Добрый вечер, наши хорошие! После нашей прогулки в парке в ботаническом саду Сигурта и вилле Маттей спускаемся в замечательную деревушку возяных мельниц Боргетто Сульминчо Папе потом смеется, больше не может его нести с муки Красота красотень, пообедаем вместе, прогуляемся по уличкам Посмотрим на красоту этого древнего городка на берегу реки Минчо Оставайтесь с нами, и вы не соскучитесь! Добрый вечер всем! Всем добрый вечер от Фабио! Значит так, после нашей прогулки в парке Сигурта мы берем направление пешочком, так как автобусы не ходят в Боргетто если ходят, то очень редко, но пешочком прогуляйтесь минут 10 между резиденциями семьи Мафей Мы спускаемся жарой, жарой, 33 градуса жары Спускаемся в городок, мы с чемоданом, так как потом берем поезд с Пескера и возвращаемся в Милану Ну что, наш Боргетто ждет нас на берегу реки Минчо, провинция Вероны расположена небольшая деревушка водяных мельниц Боргетто Сульминчо Вы уже поняли, это неподалеку от озера Гарта Это местечко называется просто Боргетто Ага, немножко пауза, да, да, смеемся Манаджала мизерия Манаджала мизерия Манаджала мизерия Манаджала мизерия Минчалочка Верона, отец. И Фабио смеется, больше не может нести сумки, измертельно. Слово «борго» означает «древняя деревушка». «Боргет» то, что в переводе «семпродеревушка», именно эта деревушка считается одной из самых красивых и знаменитых деревеней Таана. Посмотрите, какая красота! Красотища! А на ресторанте, а? А на ресторанте, либо и каулины, и сапа. Белло! Добро пожаловать в Неморо. Да, если мы не можем, то мы будем ехать в Неморо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редкое место в Италии, не затоптанное туристами. Около деревни есть парковка для автомобилей. Сюда приезжают в основном пообедать в ресторанчиках у реки. Баргетто абсолютно сохраняет атмосферу средневековья. В деревне имеются множество магазинчиков, ресторанчиков и даже есть ведро фортуны. Куда бросают монетку. Одно из самых красивых мест в Италии. Все в этой деревушке завязано вокруг воды. Река хоть и небольшая, но с сильным течением. Это течение очень успокаивает. Шум реки это просто что-то невероятное. Живописные домики у реки с цветами. Баргетто Сульминчо место популярно у влюбленных парочек, которые, в принципе, как во многих местах Италии, цепляют замки любви. Тихая деревушка в прошлом имела достаточно боевую историю. На протяжении веков река Минчо была естественным барьером между землями Мантуи и Вероны. Брод через реку Минчо около Баргетто был самым безопасным и наиболее удобно расположенным к югу от озера Гарта. Маленькая уютная церквушка, где проводятся церемонии свадеб. В деревушке, несмотря на свой маленький размер, очень достаточно магазинчиков интересных. В этой замечательной деревушке расположена пара отельчиков небольших. Здесь можно пожить пару дней, совершенно забыв о цивилизации. Вот наша ведерко счастливая, куда касаются монетки. Продолжение следует... Нашли мы ресторанчик, место, то есть в ресторанчике. Достаточно много людей было, несмотря на час уже обеденный, поздний. Какая красота! У нас было все быстро и оперативно, а так не хотелось уезжать. Ну, быстро и оперативно мы только поели, а прогулялись мы с наслаждением. Обязательно посетите это великолепное место. Говорит арабиату, 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 потому что я все время видео делаю. Арабиату, есть такие даже макароны называются, паста, арабиата. Называется так не потому что макароны злые, а потому что они очень сильно заперченные, то есть с перцем. У нас 20 минут, чтобы взять автобус, иначе придется такси вызывать. В Италии такси вызывать очень проблематично в таких городках, как ни в Милане, ни в Риме. Вот и закончилось наше путешествие по озеру Гарда. Спасибо всем, кто смотрит и следит за нашими путешествиями и за нашими видео. Не забывайте подписываться на наш канал. Оставайтесь с нами, и вы не соскучитесь. Реальная жизнь в Италии с нашими видео. От Ольги и Фабио. Умора, tutto bene? Tutto bene. Спокойной ночи. Спокойной ночи.